Платить налоги – наш святой долг, так как от этого во многом зависит пополнение местного бюджета, который тратится на наши же нужды по благоустройству, развитию и модернизации всех отраслей социальной сферы. Налоговая база – как общая копилка, помогающая существовать государству. Вопросом, как наполнять эту копилку, чтобы она всегда была полна и ее наполнение в меньшей степени обременяло население, озадачены власти всех уровней. С 2018 года в силу вступили новые правила расчета налога на недвижимость. Кто и сколько будет платить, мы узнали у специалистов. В 2018 году в налог на недвижимость за 2017 год жители Кубани впервые будут платить, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а не из инвентарной, как это было прежде. Причем речь здесь идет как о жилье и бытовых постройках, так и о коммерческой недвижимости. Законодатель предусмотрел вычеты, потому что кадастровая стоимость, она в некоторых случаях будет выше, чем инвентаризационная. Кадастровая стоимость, она максимально приближена к рыночной стоимости. На сегодня, если вы владелец дома площадью 60 квадратных метров, то при расчете налога от кадастровой стоимости вы будете платить за 10. Для разных объектов недвижимости предусмотрены разные по величине вычеты. Так, для комнаты он составит 10 квадратных метров, для квартиры 20, для жилых домов 50. Так как кадастровая стоимость значительно больше инвентарной, законодательством предусмотрен плавный переход оплаты налога по-новому. Для этого с 2018 по 2021 годы при расчете налога вводится понижающий коэффициент. В связи с тем, что налог в 2018 году за 2017 год будет уже платиться от кадастровой стоимости, законодателям предусмотрены помимо вычета еще и понижающие коэффициенты. То есть понижающий коэффициент в 2017 году у людей будут платить 0,2%, в следующем году 0,4%, 0,6%, 0,8% и в 2021 году уже будет платиться полная стоимость налога. Понижающий коэффициент применяется в случае, если сумма налога по кадастровой стоимости превышает сумму налога по инвентарной стоимости. В противном случае – нет. При этом некоторые категории граждан полностью освобождаются от имущественного налога. В 407 статье налогового кодекса предусмотрены льготы категории граждан. Это пенсионеры, это инвалиды первой и второй категории, это люди, которые принимали участие в военных боевых действиях и при ликвидации на Чернобыльской АЭС. Также предусмотрено, что льготы представляются только в отношении одного объекта, одного вида. То есть, если вы собственник двух квартир и одного дома, вы и подлежитель годной категории, вы не будете платить налог за один дом и за одну квартиру. За вторую квартиру вам придется платить уже по полной стоимости налога. Рассчитать налог можно самостоятельно. Для начала следует посетить сайт Росреестра и по адресу узнать кадастровую стоимость объекта. Потом, воспользовавшись калькулятором налога на имущество на сайте налог.ру, указав свои данные и кадастровую стоимость объекта, можно узнать сумму, которая придет вам в налоговом уведомлении. Внесены некоторые изменения и в налоговый кодекс в части освобождения от уплаты налога за 6 соток земли. Были внесены изменения в налоговый кодекс и предусмотрены у нас уже льготы по земельному налогу. Не облагаться будут на 6 соток, но в основном это для пенсионеров. То есть, если вы работающий гражданин, вы будете платить за весь свой земельный участок. Если вы пенсионер, грубо говоря, если у вас площадь земельного участка 15 соток, вы будете платить 15 минус 6. За 9 соток вы будете платить. Согласно тем ставкам, которые приняты в вашем населенном пункте. Таким образом, до 1 декабря 2018 года каждому владельцу недвижимости и земли предстоит оплатить налог за 2017 год уже по-новому. Оплачивайте налоги вовремя и в полном объеме, ведь своевременная уплата – залог стабильного развития общества. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».